Крамник и Гатакамский, и мы с вами будем смотреть, ну Грищук черными сильнее, чем белыми играет, да, это мы уже выяснили, так что сейчас опасно для Крамника все это будет. Он играет белыми, 5 минут и 3 секунды добавления на каждый ход, арбитры готовы и пускают часы. Мы сейчас с вами будем смотреть, не удивляйтесь за партиями, на синих электронных досках, давайте их выведем, посмотрим какие дебюты разыграли соперники и насколько я могу судить, Гатакамский, нет, 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 так не пойдет, сейчас, минуту, а что происходит у нас? Вот, ну давайте по одной смотреть, и так Крамник, как бы мне это дело убрать, друзья мои, вот так что ли, да не, давайте доску поставьте синюю, я сейчас не настрою, нет, не настрою, ну вот, давайте так смотреть, можно чуть вниз ее опустить, во, отлично, вот так вот мы и будем наблюдать за партиями. Крамник, Грещук, конь f3, c4, конь c6, cd, конь d4, конь f6, конь c3, ну что, опять английское начало, да, Сереж? Да, самое классическое. Самое, что ни на есть, английское. Так, это что? О, сейчас это английское начало, перейдет во что? Марацый, что ли, получился? Да, получился Марацый, вот, видите, хоть и не играет Е2, Е4, Владимир Крамник, но Грещук его затащил в этот вариант, в эту схему. Это на Е4 похоже меньше всего. Да, 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 конечно, это очень мало похоже на Е4, вот такая вот получилась интересная позиция. Ну что можно сказать, дорогие друзья, что Блиц играют великолепно все шахматисты, которые здесь присутствуют. Не бывает такого, чтобы шахматист играл сильно в классические шахматы в рапид, а потом вдруг резко проваливался в Блице. Александр Грещук вообще был, напомню, чемпионом мира по Блицу, вот, Владимир Крамник не был чемпионом мира по Блицу, но играл. Владимир почему близко был? С Ванчуком. Был очень близко, да, они боролись с Ванчуком, сильно он тогда обошел Грещука в той позиции. Вот, ну что, конечно, трансляция полностью не успевает, но мы будем сейчас следить за тем, что происходит по мере сил. Ну давайте следить, нормально, или можешь увеличить, нет? Нормально, давайте смотреть, бог с ним. А вторая у нас будет внизу, мы будем смотреть по очереди, давайте включим, да. Итак, ладья Е3 пошел Крамник и план его, возмутительно прост, да. Ладья H3, ферзь H6. Популярен, я сейчас не скажу, почему от него отказались, или черные чуть-чуть по-другому играют, не допускают. Но этот план был популярен когда-то. План простой, да. Их 3 не ставить, чтобы потом ладью забросить на H3. Да, ну теперь, по-моему, пошел Е5 с Сашей, мне кажется. Идея его в том, чтобы пойти слон D5. И опять он определился на H3, H5. И теперь он хочет побить слоном коня на D5 и получить здоровую структуру с пешкой на D5, с сильным конем. Ну и есть в этом... Может быть, кони 3 имеет смысл. Ну да, вряд ли, белые должны так уж попустительствовать этим планом. Сомневающие. Можно и на C3, наверное, просто. Потом пытаться как-то F4 провести. Ну-ка. Ну, кони 3 под коней в 5 где-то. Тоже непростой ход. Нет, ну это вообще в любом случае очень непростая игра. Сейчас переключимся, быстро посмотрим, что произошло у... А, слушай, ну вот видишь, Гельфанд заставил все-таки Камского перейти на D4. Не получается играть Е4. И D4, конь F6, слон F4 играет Гата. Правильно, без дебюта. Давайте играть в шахматы, да. Мне кажется, играть без дебюта, потому что если что-то он вдруг не знает, или что-то надо будет вспоминать, Блиц это вообще... Блиц это вообще невозможно сделать, а здесь спокойно, без претензий на преимущество. Разыграл дебют Гата после... Опа. Ну, на самом деле, тут нет событий. Слон Е4, Ферзь Д7. И... Ну, спокойная такая игра. Равная позиция. Сейчас побьют на же 3, проведут C5. Ну, да. Помешать может только Ферзь F3, но это чревато. Тогда их 5, C5 еще хуже. Ну, да, да, там можно и получить. Так, и посмотрим, что в партии Камни Грищук там обновилось. По-моему, они по нашему плану и... Конь Е3 пошел, да. Да, да, да. Потому что там Аш Ладья H5 погараживала просто по секунде. Ну, да, А, кстати говоря, да. Поэтому пошел, Саша, Ладья H8. Вот видите, разыграли, расставили соперники. Дебют и... Может, Ладья F1 заслужит внимание, потом F4 сразу. Может быть, да, резко, да. Или Ладья... Не, ну, это, кстати, быстро как-то что-то они находили куда-то. А, нет, не находили. Это мне показалось. Я думал, значит, ну, и Ладья G3. Ну, Ладья G3 ушел просто, да. Да, Ладья G3 особо не грозит. Я на F8 спрячусь и придется обратно. Ну, да, придется. Не, ну, Ладья F11-4, это ответственно. Может, Конь C5, я просто на И4-то жертвую, хочу F5 пробежать. Получится, не получится, я не знаю. Это так легко рассуждать. Ну, конечно, да. Чужие пешки... А, Ладья G3 пошел. Легко, как известно. Да, пошел Ладья G3 и Конь C5. Не боится Шаха. Можно даже просто F3. Ну, честно говоря, а зачем ее на G3 поставить, чтобы потом запереть F3? Ну, да, если F3, там еще подашь F4. И Ладья, в общем, да. Честно говоря. Будет ли она при деле? Можно Ферс C2 пойти? Может быть, можно, но как-то... Ну, вообще потерялись. Потерялись, потерялись, потерялись. Да, мне тоже нравится. Ладья E1, может быть, может быть. Структура, да, такая эластичная. Не, не, а что Ладья E1, а сейчас слово E4? Или мне показалось, не Ладья E1 он пошел? А мы не видим, потому что немного отстает трансляция, но что ж поделать? Так, то что такое? А, Ладья E1, все правильно. Да, да, да. Я понял, кажется. То есть теперь, если на E4... Ладья E4, видимо, просто слон F1, потом хотим на D6 забрать и F3 хотим заодно. Ну, как на D6, а я же уйду. Разменялся конь E4. H4 сначала. Опа. Ладья D1, H4 пошел Александр. Так, переключимся, быстренько посмотрим, что у Камского с Гельфандом. Так, у них равные Эншпи. Как ты и прогнозировал, Сергей? Конь E5, ФС8, слон B7, ФСB7, 0-0, Ладья D8, ферзь F3, разменялись, конь G3, слон F6. Чуть приятнее, наверное, у Гельфанда за счет слона. Ну да. Ну, совсем чуть-чуть. Ну да, это все-таки перевес копеечный. Ну, с другой стороны, слон-то такой, когда на ферзевый фланг смотрят, может быть, при случае неприятно, да, что-то какие-то, возможно, ДЦ, БЦ, Ладья B8, но B2 смотрят, да. Ну, может, какие-то проблемы придется решать, может быть. Гатя. А играют, я что-то сам регламент. Не-не-не, это... Две партии, я только что объявлял. Регламент две партии, или в двух партиях еще две. Не, не 5-3, как 5-3, три минуты осталось. 5-3 играют? 5 минут с 3-секундным добавлением. Да? Да. А потом две по две, да, все время? Да, по две партии все время, да. Все время по две партии. Две минуты у Гатты и три минуты у Бориса Гельфанда. Может, кстати, и неприятно, я наш плячу. Не, вот я в Ц1, надо конкретно, что тут? Ну да. Неприятно, это или ничья, или ничья. А слон-то 2? В Ц5. Взял-взял, потом Ладья опять. Ну да, соскочил. Ничью. Так, давай посмотрим, у Горя еще как-то интереснее. Повеселей. О! Что тут было? Черт, Володь, без спешки. Ладья Д1, А4, Ладья А3, слон-2-4, слон-Ф1, слон-Ц6. Нельзя бить, до кона Д5. На Д5 просто, просто без спешки. Ну и без спешки, и позиция неприятная. На позиция не лучше, ничем. Да, ничем не лучше. Проблемы у Кравника. Очень быстро уже заиграли. По две минуты осталось. По-моему, он, наверное, побил на Д5, Саша-то, да? Побил, ферзь Ф6, что-то такое я видел. Да-да-да, что-то такое клан дошло на Д5, ферзь Д5. Ладья Д3, ферзь Ф6, закрепился на Д6. Б4, АБ, АБ сыграли соперники. Ну, немножко разброса на фигуры, да, у Черных? Да, нормальный у Черных фигуры. Нет, ну... У Черных просто лишние пешки. Никакой, никакой компенсации нет. Никакой, да? Абсолютно никакой. Ладья на А6, нормально, да? Ну, а что Ладья на А8? Во-первых, она всегда вернутся, может быть, она и Саш-5 заиграет. Ладья Б6, можно пойти, Б4, Ладья Б4 взял. Ну, просто Кеншпис лишние пешки. Ну, да. Сломан на Ф1, там, не выходит пока. Да, и комфортная позиция у Черных... После А3, как бы Конь на Ф4 не попал. Комфортная позиция у Черных и, более того, для времени побольше. Да, сложные задачи сейчас приходится решать Грещуку. Съел он пешку на Б3, все идет по твоему, Сергей, анализу. Не, не, я тут как раз что-то подумал, что Наш-3 может Конь Е6, Конь Ф4. Ферзь Д6, Ферзь Д6. Ферзь Д6, Ферзь Д6. Ферзь Д6, Ферзь Д6, Ферзь Д6. Может быть, покруче даже будет. Ладья Ц8. Не, ну, что, лишний Эншпис лишней пешкой, да? Да. А что здесь? А, а здесь позиция слон против коня, далековато король, да? Как такая позиция получилась? Ну, Борис на Д5 где-то там закрепился. Так, ладья Б2, слон Б2, ладья Ц5, шаг дал, а, ладья Д5, ЕД. И король пошел туда. Ну, в общем, идея Гельфанда, понятно, королем съесть пешку А и провести свою пешку А. Ну, в общем-то, черных, черных лучше. Ну, конь там где-то на G5 тоже будет пытаться, да? Будет, будет. Ну, на D3 может, но все-таки черный, со слоном эти гонки опасные. Слон побыстрее, да, да. Да, слон задержит там H8. Не думаю, что тут, наверное, там плохо совсем или что. Ну, скажем так, тут надо смотреть, как бы король на А5 не пришел, все, не поел. И король на H2, да, довольно печально. Ну, в этом-то и проблема, как бы, в то и другом местечке есть проблема-то. Ну, да, там конь F4, D4, наверное, пойдет, G4, да, вот он выводит сейчас гата короля. Тоже интересно, два Эншкуля, которые, ну, еще пока что вполне могут оказаться какими-то боевыми. Король вышел на G3. Сложная позиция. Так, а вот что происходит в партии Крамник-Рещук? Я здесь просто, Саша, совсем просто решил не мудрствовать. Да, Саша считает, что он просто, у него и времени больше, и значительно лучше позиция. Не знаю, как Крамник будет ее защищать. А что, ему ничего не остается уже? Ну, я понимаю, что ничего не остается. Но вообще позиция просто проиграна, да, у него? Пешка лишняя. Лишняя пешка и все фигуры лучше. Большая есть короля, можно поставить лагину. Конечно, она проиграна, но как бы ее выиграть надо, еще в Близ играем, но безусловно такая пешка реализуется. Да, ладьи разменял, просто сдался, поэтому, в общем, много идей. Там и с ладьями можно на короля играть с конем неплохо. А у Камского с Гельфандом? Ну да, план, план бороться. А что, тут план-то простой, король Б6, король А5. Король А4, и пешка А пошла, да? Ну да, ну естественно, Гата не ждет, Гата пытается провести свой план. Ему надо какую-то контр-игру налаживать. После короля Б6 пришел конь Ф4. Но Д4, конь Д5 не годится, да? Почему? Еще не понятно. Король А5. Д4, по-моему, пошел. Нет, он пошел конь Ф4. Я имею в виду, что он, Борис, пошел Д4. Ну да, да, да. Ты не пошел, Борис, король А5 он пошел. А, просто король А5, да? Да, конь Д5, слон Ж7. А, то есть идея у него очень простая, просто хочет провести пешку А. С слоном так и полагается играть. Как можно шире. С слоном надо проводить пешку. Как можно шире, да, расстрелять и гнать пешки на разных флангах. Король А4. Где-то. Нет, ну это, честно говоря, после А6, король Б5 безнадежно уже. Почему не А5? Я не хочу, чтобы поддал. После А6, король Б5 просто пройдет в пешку. А, он хранится. Нет, ну нет, тогда король А4, король Б5, прошел прощения. Не, 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 не годится. Король НД5 придет. А5, конечно, надо ходить. А5, да, все-таки, да? Ну, а зачем? Там, скорее всего, должно быть проигранное. Должно быть, да. Но это единственный шанс, по-моему. Ну да, так и сыгранно. Так и стоит, да. Вот, и, наверное, смотреть за этим нет никакого смысла на синей доске. Ну а какие, что-то, иначе конь вообще не поймает. Король НС4 и пройдет. Давайте на столе посмотрим. Конь опять, король А5, король Д5, да. Кстати, тут не так просто. Конечно, не так просто выиграть. Король часто бывает все позабирает. Успевает все пожрать, да, король? Ну, наверное, выиграл там, я подозреваю, нет? А, тут еще крамник зевнул еще. А, еще крамник зевнул. Итак, вы видите, первую партию черными выиграл Александр Грещук. Ой. Собственно, к этому он и готовился. И сейчас он белыми... Да, пошел ЛДБ5 вместо ЛДБ4. Да, да, да. И сейчас белыми Грещук готовится разыграть ферзевый комбит. Там он знает, как делать мещи с предложением, понимаешь? Ну, теперь надо Владимиру Крамнику Блиц что-то очень серьезное демонстрировать. А мы сейчас досмотрим, как заканчивается партия Гельфанда с Камским. Король Ж7 за пешкой Аш пошел. Там гонки, успею, не успею. Как, я оценить-то смогу, если позицию вижу. Я так догадываю. А, вот, позиция здесь правильная у нас, да? Я думаю, что правильная, да. Тут посчитать надо, что-то оценивать. Король Ж7 нельзя, что ли, Ф5, да? Взял-взял, Король Ж6. Ну, вроде бы выиграна тогда. А, вот Король пришел как-то на А6. А, здесь вот другая позиция. А здесь уже на ничью похоже. ЖФ, ЕФ. А может быть, нет. А, ой-ой-ой. Ж3. А, все, Ж3, Король Ф3. Вот, сложно. Ж5. Да, вроде бы выиграна. Ж3, Король Ф3. Вот. 23 секунды. Ж5, Ф5. Да, наверное, конец. Король Ф7, Король Ф4 выиграл, да? Ф5. Ж5. Нет, Ж5, Ф5. Это точно конец. Король Ф7, Король. Да, это выигранная позиция. Там слон. Сила слона. Так и все, Король Ф4. Слона отдал, и все. Черными выигрывают оба соперника. Сдает...